У нас сколько уже сегодня произведено сортов? 20 сортов кофе в капсулах ежедневно делает компания Вячеслава Тимошкова. В Реутове открылись два года назад. Производство небольшое, но полностью автоматизированное. Среди клиентов крупные госкомпании заказов почти на 300 тысяч рублей в день. Сделать не проблема, проблема доставить. На улицу транспортную бывает трудно доехать, поскольку с нами работают логистические компании, которые постоянно возят заказы. И из-за того, что у нас нет переезда, постоянно тратится дополнительное время. Бывает заказы доставляют очень срочно. Наверное, это единственная инфраструктурная проблема, которая нам немножко мешает. Компания Вячеслава не единственная, кто несет, пусть и небольшие, но убытки из-за вынужденного простоя на переезде. В промзоне тысячи предприятий. Бизнес ведут, например, 2500 индивидуальных предпринимателей. 130 крупных и средних фирм. И еще больше 2000 мелких. С появлением путепровода их количество может вырасти в несколько раз, считают экономисты. А это принесет в бюджет города десятки миллионов рублей. Инвестиционная привлекательность промзоны города Реутова действительно недостаточно высокая, так как отсутствует транспортное сообщение между северной и южной частями в промышленной зоне. Развязка и эстакада, соответственно, даст возможность быстро преодолевать железнодорожные пути. И транспортная доступность до МКАДа, я думаю, что сократится до пяти минут вместо получаса или часа ожидания на переезде. Строительство путепровода между южной частью города и промзоной начнется в этом году. Стоимость 4 миллиарда рублей. Деньги региональные и федеральные. Для сравнения, годовой бюджет Реутова чуть больше 2 миллиардов. Разработка проекта шла 6 лет. Они менялись, как и расположение эстакады. Планировалось пустить весь транзитный транспорт через улицу Октября на юге под экватором на улицу Ленина на севере. При строительстве торгового центра это учли. Ширину между несущими колоннами сделали 9 метров, чтобы все автомобили могли здесь разъехаться. Если бы этот проект удалось реализовать, Реутов встал бы в одну сплошную пробку. Неудобство такая эстакада доставила бы не только водителям и пешеходам, но и жителям домов, между которыми она должна была пройти, объясняет главный архитектор города Евгений Холиков. Подъем и спуск произойдет на уровне 3-4 этажа жилых домов. Новый проект уже утвердили. Сегодня его одобрила областная межведомственная комиссия. Эстакада немного поменяет направление и пройдет от Реутов парка до Транспортной улицы. А дальше на Горьковское шоссе. А сейчас, чтобы проехать этот отрезок дороги, тратить приходится не меньше получаса. После того, как построят путепровод, трафик в городе уменьшится, Реутовские дороги разгрузятся примерно на 23%. Это 250 машин в час. Эта эстакада пойдет через лес и Балашиху. И поэтому транспортное сообщение будет гораздо лучше. При конструкции еще и подлежит улица Транспортная. Потому что у нас там две полосы по одной в разные стороны. А сейчас мы будем добавлять две полосы в каждую сторону. Путепровод начнут строить в этом году. Темпы будут высокие. К 2018-му в городе закроют переезд. Причина строительства скоростной магистрали к чемпионату мира по футболам. К этому времени все работы, а это строительство двух с половиной километров новых дорог, должны быть завершены. Ксения Казакова, Сергей Сомов для РТВ.